Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели! Мы находимся в центре Сангейтс. Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра Сангейтс. И сегодня у нас запись идет в другом формате, нежели чем обычно это бывает на интернет-портале радиоцентра Сангейтс. Мы записываем это через камеру, через YouTube. И у нас на связи Москва, Россия, Эльза Тиновская, которая является гранд-мастером ТОРО, ответственным секретарем Королевской ассоциации французского ТОРО, Оракулом. И человеком очень необычным во всех отношениях. Вот за то время, которое мы общаемся, я имел случай неоднократно в этом убедиться. Мы сейчас об этом будем тоже говорить. Но тема, которую я предложил Эльзе и которой она согласилась принять участие, она достаточно, скажем так, не рейтинговая, может быть. Мы будем говорить сегодня больше о психологии и философии гадания. Эльза, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Очень приятно слышать. А что? Да, у нас утро. У нас в Чикаго 10 часов утра в Москве. В этот час 7 часов вечера. Время у нас в эфире достаточно ограничено. С техническими какими-то вопросами мы все-таки появились в эфире. Это часто бывает с экстрасенсами, с Оракулами, по всей вероятности. На это есть причины. Ну, давайте мы приступим, тогда не будем терять время, приступим к теме. У меня, правда, вот такой вопрос. Мы как-то беседовали в приватной беседе, и вы говорите о том, что к вам обращаются люди, причем без всякой рекламы, и с которыми вы находитесь на связи уже 20 лет. Ну, это говорит о том сроке, в котором вы посвятили себя вот этой профессии. С другой стороны, мне как-то непонятно. Непонятна одна вещь. Вот 20 лет человек постоянно к вам обращается, причем не один человек. И вы постоянно решаете его проблемы. Почему 20 лет у человека проблемы эти есть? Как он сам не может справиться и не является ли суррогатом, костылями или очками человек, который должен как бы сам решить эти вопросы? То есть вы, как Оракул, даете ему направление. Вы говорите, надо... То есть мы знаем, есть поговорка. Человеку надо дать удочку, чтобы он ловил рыбу. Иначе можно его постоянно кормить этой рыбой. И он постоянно будет просить, дайте мне эту рыбу. Вот как вы ответите на этот вопрос? Ну, я отвечу на него таким образом. Во-первых, у меня и так, конечно, много людей, которые столько лет не обращаются. Во-вторых, эти люди обращаются ко мне не чаще раза в год. Иногда я их не вижу и по два года. И вот именно те, как он сказал, что они так давно со мной общаются, обращаются по поводу своего бизнеса, когда там возникают очень сложные ингредиенты. И для того, чтобы у них разобраться, нужен кто-то третий. Может, супервизор, интервизор. Ну, я назову психологический термин, хотя на самом деле он всегда не подходит. Третийский судья или человек, который не замешан в конкретной ситуации и имеет, возможно, какое-то несколько иное видение. Ну, то есть, получается, со стороны, правильно? Человек со стороны? Да. Причем не просто со стороны, а советчики. У нас мы все советчики, мы же приехали, мы всей страны советов, поэтому… Советские, да. Мы все советчики. Вот. Ну, вы в данном случае не просто советчик, а вы оракул. Ну, вы знаете, иногда ко мне приходят люди с огромными контуитами из… Как они называются? Ну, записывают… Букавцыгарские книги? Нет, нет. Записывают… Аудио… Буквы… Слово «майкл», смешно я его забыла. Записывают разговоры? На диктофон, да. Диктофон. Записывают на диктофон. Магнитофоны, диктофоны, да? Диктофон, да. Диктофон, да. Записывают, потому что есть некоторые вещи, которые… И это еще происходит очень часто. Люди потом прослушивают это дома, чтобы понять, все ли они правильно вышли, все ли они правильно поняли. И некоторые детали устраивают. Скажу, я вообще стараюсь своими… Не люблю слова «клиенты». Ну, на сегодня так привычно их вызывать. Я с этими людьми стараюсь общаться всегда так. Если при первой консультации, при первом знакомстве они со мной установили какой-то вопрос, и я очень многое им сказала так, что они считали справедливым, да, правильно, я им всегда говорю, не приходите ко мне раньше месяца по этому же вопросу. Никогда. И, пожалуйста, чем реже вы будете ко мне обращаться, тем лучше, потому что так я вам даю некое направление для деятельности, для осмысления. А если вы будете обращаться ко мне, вы начнете терять ненавистимость, ну, не только ко мне, к любому человеку, который делает парнос и дает конкурентацию. Так же можно стать зависимым и от психотерапевта, и от психотерапевта, и от психоанапевтика, и еще от очень многих специалистов, даже, может быть, от аудитора. Ну, от аудитора, конечно, первый. Это я слишком сильно сказала. Но есть множество специалистов или даже подруг, да, соседей, с кем человек хочет общаться. И если он склонен к независимым, он может зависеть от очень многих людей, от очень многих факторов. Я стараюсь не создавать взаимозависимости. Я вижу собой с клиентами, и я им честно говорю, что надо обращаться ко мне как можно реже, хотя это мой бизнес, и, по идее, я должна, наоборот, делать все для того, чтобы они обращались ко мне чаще. Но я этого все-таки стараюсь не делать, а даю им, ну, минимальную самостоятельность в решении своей папы. Избегаю даже. Иногда избегаю с человечествами. Понятно. Эльза, скажите, я полагаю так, любой человек, оракул или, не знаю, предсказатель, советчик, он хочет иметь обратную связь. Вот он к кому-то обращается, человек ему советует и говорит. Ну, в данном случае, тем более, к вам. И на основании этого составляется какая-то такая статистика, получается. Какова статистика у вас? Ну, у меня приличная статистика. Я не хочу хвастаться, мне кажется, это не серьезно. Но уже то, что ко мне люди обращаются только лет, причем не каждый день, значит, им хватает моих советов на определенное время, и события идут приблизительно так, как я говорила. Ну, говорила-то не я. Скажем, у нас в Российском Дорогубе был один из участников, некий Дмитрий Александрович, который любил говорить. Говорим не мы, говорят через нас. И вот меня находят иногда люди, с которыми я работала лет 7-10. И одна девушка нашла меня с большим трудом, когда я уже не работала в магазинах, в белых облаках, в культурных центрах, а работала уже частным образом. Она меня нашла и говорит, Эльза, мне очень сложно клавалить то, что вы мне говорили тогда. Я даже смеялась тем, чтобы не предказать. Но все получилось, именно так говорили мы. Это человек, которого, вы упоминали, простите, его фамилия начинается на А? Ну, да. Да. Тогда я хоть и не знаком, но я все-таки 25 лет проживаю здесь, но тем не менее я знаком с этим человеком, который вы сейчас назвали по имени-отчеству. Да. Эльза, а скажите, вот такой вопрос. Ну, еще раз, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, мы не будем сейчас заниматься какими-то конкретными вещами, а вот мне больше интересует, скажем, как психолога с многолетним стажем, для себя я, правда, этим занимаюсь, более полувека, скажем так, или около. Вот психология, скажем, такого понятия, как душа. То есть мы три едины. Это body, mind, spirit по-английски, это тело, дух, душа. И, полагаю так, во всем случае, наши радиослушатели, наши телезрители, они разбираются в таких вещах, поскольку мы об этом все время говорим и на радио «Сангейтс», и в других социальных сетях, поскольку это все-таки главное. Так вот, речь идет о том вечном, что никогда не пропадает и не исчезает, условно говоря, да, это о душе. И возможности и способности души всего лишь одно качество иметь – это любить другую душу. Но нет материального аспекта ведь там, правильно? А люди к вам обращаются, наверное, все-таки по поводу материальных каких-то вещей, материального мира. Как вы находите вот комбинацию? Ну, человек… Есть такое понятие, будем говорить, на санскрите это называется, теперь это популярно – карма. Карма – это закон действия и противодействия. Человек сделал и человек получил. Если у человека возникают проблемы, естественно, к вам обращаются люди, у которых есть какие-то проблемы, то это все-таки проблема этого человека. И не берете ли вы на себя ответственность, решая вот эти проблемы какого-то третейского судьи, которому не следовало бы вмешиваться, а человеку пройти этот урок? Вы нивелируете, вы устраняете каким-то образом эти причины, но ведь человек получит их опять. Как вы думаете? Я не могу, Майкл, к сожалению или к счастью, устранить причины. Я могу сказать примерно, как будут развиваться обстоятельства, и часто, очень часто. Обстоятельства совершенно невозможно поменять, и человек все равно проходит этот урок. Иногда меня даже вот раньше охватывало отчаяние. Когда я, например, видела у своей подруги карту, я гадала, она мало или норма, и сказала ей, что у нее будут проблемы с сердцем. Она засмеялась и говорит, какие проблемы у меня с сердцем. Я здоровая. Извините, она так и сказала, что лошадь. Она вообще спортсменка такая, рослая девушка, красивая, цигунистка, и она не поверила мне. А в течение полутора месяцев произошло некое событие. Она поссорилась с мужем, и в первых схватила свою маленькую дочку, села на велосипед и помчалась куда-то по заходе. И по дороге она налетела на картине, упала грудью на руль велосипеда и попала в реанимацию. Событие было видно, а предотвратить его, я во всяком случае даже не знала, как ей посоветовать. А она не очень поверила, что это событие может произойти. Так что по поводу того, что я не даю проходить людям уроки, наверное, это было бы слишком сильно откатно. Я могу их подсказать, какой ступом лепи, они вправе меня послушать или послушать. Я, наверное, с вами соглашусь, просто я вот сейчас взял компьютер и читаю вопросы, которые нам поступают. Ну, вы можете назвать, ну, парочку примеров, допустим, где ваши, значит, способности, ваши предсказания помогли человеку или бизнесу. И парочку примеров, где не помогли, а наоборот. Сейчас я попробую, ну, вот, например, у меня был такой случай истерии страшных историй. Это было в 2001 году. Я отработала белыми облаками в культурном центре, и ко мне сел один мужчина. Он сказал, что у него произошел рейдерский захват юридической фирмы его, и его интересует, отобьет ли он эту фильму. Ну, вернет ли он ее себе вообще? Ну, все это закончено. Я сказала, что он отобьет ее в течение, не отобьет, он по слождествам, но в течение трех месяцев эта фирма к нему вернется. После того, как я сказала, он встал и довольно злобно показал мне диктофон и объявил, что он записал моё консультантство на этот диктофон. Говорит, вы знаете, я ведь юрист, и если через три месяца не произойдет так, как вы сказали, я приду и найду способ вас застудить. У меня все записано. Честно говоря, мне стало не по себе, потому что, в общем-то, на консультацию он не так был по тем временам диктофон, которые еще и делились между магазинами. Ну, то есть ответственность он на дням взвалил калактально, а плата была несоразмерной, и угроза была весьма существенная в этот момент. И через примерно три месяца, я не помню уже точно сколько, он пришел, сел ко мне, улыбался и сказал, да, все произошло так, как вы сказали, я вас не буду запруживать. Это в случае, когда я не смогла помочь. В случае, когда я не смогла помочь, ко мне пришла женщина и сказала, что у нее нашли анкопоник в подмогу, что у нее дочь 15 лет, и перед ней стоит задача, ну, простите, что я рассказываю страшные, но, в общем-то, на них, наверное, ярче всего видно, где можно помочь, где нельзя. И перед ней стояла задача либо сделать операцию, либо ее не делать. И она меня спросила, что ей делать, делать или не делать. Я открыла карты, и у меня, ну, у меня есть специфический распад диагностический, и в перспективе выпала карта дьявол на то, делать ли операцию, и карта башня на то, не делает ли ей плохо. Она не знала карты дорог, но она поняла одну такую страшную вещь, что, что бы она ни делала, все это захочет потом. И она сказала, так что, смысла, в общем-то, нет. И я вынуждена была глядя ей в глаза показать, вы знаете, так, как бы вы ни поступили, будет нехорошо. Лучше сделайте операцию. Лучше сделайте. Лучше попробуйте хоть чем-то вкупсоваться для спасения своей жизни. К сожалению, это женщина на руках. Но у меня есть очень много, на самом деле, примеров. Ко мне обращался человек, которого поставили на щитчик, и должны были убить в течение путника. Мне удалось ему помочь, он остался жив. Ну, было нечем заплатить, но дело было не в плате, наверное. Для меня было очень важно, что он остался жив. Потом, да, дал обратную связь, все плохо. Я не буду вдаваться в подробности. Ну, я не знаю, у меня много интересных историй есть в практике. Не хвастаюсь. Хорошо. Просто много интересных. Я понимаю. Давайте мы сейчас... Ну, то есть, скажите, вот вам легче работать с какими случаями? Или нет такого, вы работаете с любыми, связанные, скажем, с бизнесом, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, и связанные со здоровьем? Вот три варианта. Ну, со всеми ситуациями работать просто. Особенно, когда это касается действительно здоровья, и видно, что перспективное здоровье не очень хорошее. Всегда сложно отпечатать пупец, всегда сложно делать прогноз, и надо очень красиво поступать так, чтобы и не соврать, и в то же время не сказать все правды. То есть, ну, не огорошить его, не закодировать его на то, чтобы все плохо. Но в то же время не соврать. Но я люблю работать с вопросами здоровья. У меня неплохо включается диагноз. Хотя в России это приветуется. Но я с этим работаю. Я вам скажу больше. Это не приветствуется вообще нигде. Да. Ну, возможно, на Востоке, да. На Востоке там другая ситуация. Но, скажем, у нас это категорически плохо. Более того, если человек занимается каким-то самолечением, ну, не то что самолечением, пожалуйста, он может заниматься, но если кто-то ему помогает заниматься альтернативным, особенно если это связано с какими-то онкологическими заболеваниями, это категорически недопустимо, это может плохо закончиться. Поэтому сказать о том, что это помогает, ну, скажем, пищевая добавка, где-то записать, что это помогает от головной боли даже, это будет, наверное, убираться этого категорически делать нельзя. У меня к вам такой вопрос. Скажем, человек обращается к вам лично и спрашивает про самого себя, или человек обращается к вам от имени другого человека, и тот человек может даже об этом не знать. Для вас это не имеет значения? Ну, во-первых, я чуть-чуть хочу вернуться к предыдущему, буквально секунду. Я не беру на себя ответственности в лечении человека. Я просто диагностирую и всегда говорю обращаться к доктору. Всегда. А что касается человека, который приходит и спрашивает о том, кто может и не знать, это, конечно, не корректная ситуация, и она не нравится. И я всегда предупреждаю о том, что это не желательное дело. Скажем, сейчас я могу себе позволить откататься в том фильме. То есть я хочу узнать, как пример, я просто хочу узнать, вот у меня есть знакомый, который болен. Ну, к примеру. Я к вам обращаюсь, Эльза, скажите, у меня есть какие-то причины об этом узнать, но он меня не упал намачивал, или она, и не знает даже об этом, и никогда, наверное, и не узнает, поскольку не интересуется тем, программа записывается, и опять же, никто не знает, о ком идет речь конкретно. То есть это та самая ситуация, которая вам неприятна, и вы не хотели бы отвечать на такой вопрос. Ну, в зависимости от того, каковы мотивы, потому что, например, обращались люди, вот некий пастор, артистанский, обращался у колени с вопросом о том, когда умрет бабушка, у которой он арендуют квартиру, потому что он хотел ее наследовать. А если мотив беспокойства другому человеку, я считаю, что в данном случае вопрос корректный. Ну, вот у меня... Корректный, да, Вы сказали? Я считаю, что достаточно корректный. Ну, вот у меня ситуация именно в этом плане. Это мой очень хороший знакомый, будем говорить, приятель. И он не занимается лечением, которое ему предлагают официальные, так скажем, предприятия, ну, госпитали, больницы. А серьезная, очень серьезная болезнь. Вот. Можете Вы сказать, и я действительно беспокоюсь, и это действительно очень хороший человек, болеет. Но, к сожалению, вот так получается. И хорошие люди, да, тоже болеют. Да. И есть на этой причине. Если не в этой жизни, то в прошлой жизни и так далее. Это, опять же, то, что называется карма. Вы хотите, чтобы я посмотрела причин, или как он будет себя чувствовать? Или что он... Если можно, вот Вы первый человек, на самом деле, который задал такой вопрос причину. То есть это, наверное, было бы главное... Еще раз, я занимаюсь сам лично практиками, я бывал во многих местах, и очень серьезных местах, и я четко представляю о том, что все причины находятся в нас, но мы их не знаем. Поэтому мы можем проходить через эти испытания неоднократно. И вот это тот самый главный момент, который человек не хочет признавать, что он в этом виноват сам, а он где-то ищет на стороне причины. Я бедный, несчастный, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, если у Вас есть такая возможность, это было бы действительно, ну, по меньшей мере, необычно. И, возможно, я бы мог как-то это озвучить когда-нибудь при случае. Принимать человек.